Но сейчас вы прогнозируете, вот вторник, мы вот читаем про то, что более счастья собираются також российские войсковые, так? Окей, они везде собираются, и мы везде собираемся. В районе Попасной так же. Мы везде собираемся, точно так же, как они где-то собираются. Но может быть, что остальная атака серьезная перед зимой? Нет, это мое личное субъективное мнение, но тут очень сложно прогнозировать действия абсолютно. Сумасшедшего Владимира Владимировича Путина, поэтому он, конечно, может и психануть. Но их армия, она значительно больше нашей по численности, по количеству танков, по количеству БТРов, по количеству систем залпового огня. Но они агрессор, а мы защищаемся. И соотношение потерь, как бы, ну, оно косноречиво говорит о том, кто воюет на сейчас лучше. Поэтому я не думаю, что он рискнет сейчас. Ваша позиция, что до весны, в принципе, это таки будет брязкание зброю на кордонах фронта? Скажем так, я не бог весь какой геополитик, но мне так кажется, что одним из сдерживающих факторов сейчас является позиция Европы. Как мне кажется, Европа настойчиво сдерживает и нашу сторону, не давая нам особо помощи, заставляя нас проводить эти все мирные инициативы. Точно так же у нее есть рычаги влияния негласные, о них не говорят, как бы вслух, в том числе и на Путина. Европе, в первую очередь, нужно тепло этой зимой. И прекрасно они понимают, что в случае сейчас активной фазы военного конфликта с зимой, вопросы газопоставок будут под большим-большим вопросом. Поэтому я так думаю, что до весны, как минимум, у нас вот такое вот вяло текущее. Да, нас постоянно будут обстреливать, будут гибнуть пацаны. Но один погибший, при всем ужасе от того, что он погиб, у меня сегодня утром было очень тяжелое состояние от того, что погибли трое моих знакомых. Но я понимаю, что если бы была активная фаза, у меня бы гибли 30 каждый день. Это как бы, ну, разные вещи. То есть вы поясниете, приближение техники до фронта, воно по всему фронту наближается? И российская техника, и техника... Да нет, там в большей степени идет ротация сейчас на сибирские, забайкальские, уральские подразделения. То, что я вижу как бы по сводкам, выводят десантников и приводят механизированные бригады в основном расположении холодных регионов. То есть расположение там Сибири, забайкальских. Тех, кто привыкли до холодильников. Да, совершенно. Тех, которые привыкли быть в поле в зимний период. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!